Всем привет! Это вечерние новости. С вами я, Анастасия Кадетова. Давайте обсудим, что сегодня произошло. Дарьи Треповой, подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского, избрали меру пресечения. В Госдуме хотят запретить феминизм, а в Совете по правам человека – Википедию. Беларуси поставили Искандеры, Финляндия вступила в НАТО, а у путинской армии опять нехватка трусов. Дарьи Треповой сегодня официально предъявили обвинение в теракте. Ее накануне доставили из Петербурга в Москву. На этом видео девушку заводят в зал Басманного суда, где ей избрали меру пресечения. Содержание в СИЗО до 2 июня. Потом его, конечно, продлят. В результате взрыва в питерском кафе пострадали 40 человек. По версии следствия, Дарья передала татарскому статуэтку со взрывчаткой. Изначально ее собирались судить по статье «Убийство общеопасным способом», но дело переквалифицировали в теракт. В тот же день российские власти нашли во всем этом украинский след и обвинили в вербовке журналиста Романа Попкова. Он, к слову, все отрицает. Говорит, что общался с девушкой, но никакого отношения к теракту не имеет. Напомню, военкор татарский – это тот, который обещал всех в Украине убить и ограбить. В честь него уже развесили плакаты в оккупированном Донецке, а Путин посмертно наградил его орденом мужества. И дело о его убийстве расследовали за считанные часы. Для сравнения, убийц Бориса Немцова ищут уже больше 8 лет. Путин убил как минимум 501 ребенка в Украине. Эту цифру вчера опубликовала ООН. Сколько детей насильно вывезли в Россию, точно неизвестно, но счет идет на тысячи. Один из таких детей, 15-летний мальчик из Мариуполя, оказался в семье международной преступницы, путинской, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой. И вот послушайте, что она говорит об этом мальчике. Вот, конечно, я не могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то там трудностей. Вот, тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит, съем москаленка. Вот, но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой 8-летней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Вот, но мы сейчас любим друг друга. Меня сын начал называть мамой. К слову, москалят, ну то есть российских детей, у Марии 22. Целый школьный класс. Но ей их было мало, поэтому она усыновила и ребенка из оккупированного Мариуполя, чьих родителей, вероятно, убили по приказу ее начальника. Кстати, недавно Львова Белова ездила в приют к другому пострадавшему от войны ребенку, Маше Москалевой. Девочку, которая нарисовала антивоенный рисунок на уроке АИЗО, держат в детском доме с начала марта. К ней не подпускали ни журналистов, ни волонтеров, но для Беловой сделали исключение. И сегодня она сообщила, что девочку решили передать в приемную семью. Ранее СМИ писали, что Машу после долгих уговоров согласилась забрать ее мать, но женщина ни разу к девочке не приехала. 6 апреля должен состояться суд по ограничению в родительских правах отца Маши Алексея Москалева. Мужчина много лет воспитывал дочь один, и после истории с рисунком его приговорили к двум годам колонии по делу о дискредитации. Депутат Единоросса Олег Матвеевичев нашел новый очаг западной агентуры. Он подготовил законопроект о признании феминизма экстремистской идеологией. По мнению Единоросса, феминистки пропагандируют бездетность, разводы, аборты, но самое главное, они против Путина. Законопроект сейчас проходит оценку, но я вообще не удивлюсь, если вот эту дичь примут. Вообще каждый раз, когда Госдума выдает вот что-то такое, кажется, что ну уж дальше катиться некуда. Но нет, до дна-дна еще далеко. И вот очередной пример. Валерий Фадеев, Единороссый, глава Совета по правам человека, предложил закрыть Википедию. Говорит, там много исторических и политических искажений. Он потребовал срочно создать отечественный продукт, который будет отвечать всем требованиям путинской цензуры. Фадеев не в курсе, но российская замена Википедии существует еще с лета прошлого года. Называется это творение «Руниверсалес», и оно как раз полностью соответствует ожиданиям Единоросса. Война там называется исключительно спецоперацией. Но ресурс этот настолько непопулярный, что даже его сторонники о нем ничего не знают. Сын красноярского губернатора Андрей Ус, который недавно сбежал из-под ареста в Италии, нашелся в России. По словам Уса, на побег он решился, потому что не верят в итальянское правосудие. Там его задержали по запросу США. Он обвинялся в торговле военными технологиями, отмывании денег и нарушении санкций. К слову, ранее сына губернатора заочно арестовали в России по обвинению в отмывании денег. По удивительному совпадению, это случилось сразу после того, как его задержали в Милане. Дело в том, что заочно арест дал повод российским властям добиваться экстрадиции Уса в Россию. Итальянское правосудие он сменил на российское и не прогадал. Сразу по прибытии арест ему заменили подпиской о невыезде. Ну а теперь посмотрите на эти кадры. Бравый ФСБшник спускается по канату, чтобы задержать опасного преступника в Подмосковье. Что же там происходит? Может, очередной пьяный сожитель убивает женщину? Или преступник захватил заложников? Нет, просто житель Люберец организовал вещание «Радио Свобода». Ну то есть просто с кустарного радиопередатчика транслировал их контент. А это в России, как, кстати, и в СССР, наказуемо. Мужчине теперь грозит статья о фейках про армию. Но пока на него только составили административный протокол и оштрафовали. А вот это видео уже из Нижегородской области. Житель поселка Бутурлино ворвался в магазин с ножом и потребовал кассира отдать деньги из кассы. Казалось бы, рядовое ограбление, но нет. Преступник не сбежал, а вышел на крыльцо и стал ждать полицию. В отделении он рассказал, что просто устал жить в вечной нищете. Тюремный срок ему показался более щадящим наказанием, чем российская действительность. Как вы думаете, зачем в России производят вот такие надувные танки? Нет, на них не прыгают дети и на выставках эти танки не показывают. Они играют важную роль на поле боя и создают для противника ложную цель. Российская армия активно применяет такое надувное оружие. И главный производитель муляжей Александр Таланов, владелец компании Рузбал. Стоимость одного такого муляжа-самолета Су-27 более 6 миллионов рублей. И семья Талановых много лет делает успешный бизнес на надувной промышленности. Но удивительно в этой истории другое. Сын Таланова, Виктор, казалось бы, пошел по стопам отца. Его компания тоже занимается производством муляжей. Но не для российской армии, а для ВСУ. В том числе и делает модели Хаймарсов. По некоторым данным, более трети уничтоженных российской армии Хаймарсов оказались надувными подделками. Какое-то время Виктор Таланов работал и на российскую военную промышленность. Но в 2017 году ушел из Рузбала. И, по его словам, с родным отцом больше не общается. Сегодня Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. И тем самым увеличила границу альянса с Россией примерно вдвое. Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил, что вместо желаемого сокращения влияния НАТО, Путин получил ровно противоположное. Впрочем, Кремль якобы не видит в этом никакой угрозы. По словам Дмитрия Пескова, ситуацию с Финляндией нельзя сравнивать с Украиной, потому что та никогда не была анти-Россией. Сегодня в Верховном суде Нью-Йорка предъявят обвинение Дональду Трампу. Обстановка у здания суда очень напряженная. Сторонники и противники Трампа выкрикивают свои слоганы и уже происходят стычки с полицией. Трампа подозревают в подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. И вот недавно стало известно, что Дональда Трампа все-таки арестовали. Россия поставила в Беларусь оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ядерные ракеты. Сергей Шойго объяснил это с защитой от учебно-боевой деятельности НАТО вблизи границ России и Беларуси. Уже второй год продолжается война в Украине, но солдат не обеспечили даже вещами первой необходимости. До сих пор. В Магадане и Кировской области собирают трусы и носки для военных. Волонтеры отмечают, что будут рады и простому отрезу ткани. Она пойдет на пошив трусов для раненых. А в Петербурге решили выполнить план по набору добровольцев с помощью мигрантов. Чиновники беседуют с лидерами городских диаспор, а те агитируют иностранцев идти работать в российскую армию. Также мигрантов набирают через частное агентство занятости и крупных работодателей. Киношная история из Тывы. Священник остановил бульдозер, который ехал сносить дом местной пенсионерки. Его признали аварийным, а выселить женщину и дать ей новое жилье забыли. У нее тяжелая судьба. Всю семью убили, в живых осталась только старшая внучка. Мэрия предоставила им временное жилье в аварийном доме, но дальше дело не пошло. И чтобы чиновники перестали игнорировать проблему, священник встал на пути бульдозера и сказал, что не уйдет, пока не решится жилищный вопрос бабушке и ее внучке. На этом будем прощаться. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Пишите в комментариях, что думаете о сегодняшних новостях, ну или просто напишите пару слов в поддержку канала. Ваши комментарии помогают нам распространять это видео. Вот сейчас вы видите ники наших патронов на Патреоне. Благодаря их поддержке мы и подготовили сегодняшний выпуск. Если вы тоже хотите помогать нам, переходите по ссылке в описании. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok